Питер, Питер, Питер Питер, Питер Питер, Питер Если вы хотите услышать какую-то истину последней инстанции, я думаю, что не стоит вам это видео смотреть, потому что в этом видео вы истины не найдете. Вы найдете всего лишь мое личное мнение. Итак, поехали. Плюсы и минусы Санкт-Петербурга. Именно в плане жизни, в плане переезда, стоит или не стоит. Все очень индивидуально. Скажу сразу. Забегая немножко вперед, могу сказать, что лично для меня, вот если бы вопрос стоял лично для меня, то переезжать в Питер не стоит. И на это есть ряд причин. Но причина, опять же, очень личного характера. Самый главный минус Санкт-Петербурга для меня, это и погода. Погода и климат. Знаете, ну трудно объяснить, даже тем, кто живет в том же Минске, вроде, ну это не юга какие-то, да. Но тем не менее, даже минчанам очень трудно объяснить и представить, каково это жить в городе, в котором, внимание, солнечных дней в году в среднем, по статистике, всего 30. Из 365 дней, всего 30 солнечных. Можете себе представить? Вот такая вот интересная статистика есть, которая сделана на основе многолетних наблюдений и гласит, что всего 30 солнечных дней. Когда сидишь даже в Минске, людям очень трудно осознать, насколько это тяжело. Как я себе это всегда видел, но оно, в принципе, так и есть. То есть, примерно в конце сентября небо затягивает тучами и до апреля, до марта солнца нет вообще. И статистика утверждает то же самое, потому что в октябре, по статистике, два солнечных дня, в ноябре один, в декабре, в январе ноль. В феврале один, и в марте там, по-моему, уже три. За целый месяц, вы можете себе представить? Вроде кажется, ерунда, да? Вроде кажется, ну подумаешь, нету солнечных дней, нет. И ладно, нет, очень тяжело. Очень тяжело, потому что, особенно для людей, которые подвержены там депрессивным каким-то состояниям, как я, например, очень тяжело в таком климате жить. Из-за этого климата очень сильно болит голова. То есть люди, не только я, многие люди, многие мои знакомые, родственники, близкие, очень часто жалуются на мигрени. Поэтому погода это самый главный, самый жирный минус жизни в Санкт-Петербурге. Если для вас этой погоды роли не играет, то, наверное, этого же самого жирного минуса нет. Но минус заключается, на самом деле, не только вот в таком огромном количестве пасмурных дней, отсутствии солнца, а в той же сырости. Например, зимой в минус 18, в минус 20 выйти на улицу уже практически нереально, потому что ты замерзаешь, какой-то, не знаю, как жидкий терминатор. Помните в терминатор 2? Влажность, воздух очень высокая. И дойти даже от подъезда до метро, ну, порой очень сложно, потому что 20 градусов ощущается, как все 50. В свое время у меня старшая сестра жила в Нижневартовске, это север, такой лютый север, в котором бывают там минус 50, минус 55. И как-то раз я один раз не ездил, ездил причем в феврале месяце. Так вот, в минус 45 там гораздо теплее, чем здесь в минус 18. Влажность высочайшая, и воздух, он прям вот, он сам воздух замерзает. Что еще? Из-за сырости, постоянной влажности, у очень многих людей портятся зубы. Тоже это не только меня касается, очень многие на это жалуются, очень многие на этом внимание как бы акцентируют. Опять же, из-за сырости очень распространены заболевания дыхательной системы. Тот же самый туберкулез, к сожалению, в Санкт-Петербурге, ну, очень большое количество заболеваний, да, процентное соотношение. Поэтому, и это все идет от погоды. Поэтому погода, еще раз напоминаю, еще раз хочу заострить внимание, это самый-самый жирный минус жизни в Санкт-Петербурге. Следующий минус, это цены. Тут тоже вот двоякая такая ситуация. С одной стороны, наверное, смотря с чем сравнивать, с другой стороны, они все равно высокие. Допустим, аренда квартиры в среднем будет стоить вам в районе 20 тысяч российских рублей. Это где-то, это от 20 тысяч, то есть, соответственно, где-то 300 долларов, 300-320. Это однушка на окраине. Проезд в общественном транспорте стоит 35-40 рублей. Соответственно, сколько это сейчас, 50 центов? Ну, с нынешним курсом доллара это немало, скажем так. Продукты, цены на продукты. У меня отдельные ролики есть на эту тему, тоже очень высокие. Если сравнивать с той же Беларусью, то в среднем цены в 2-2,5 раза дороже. Но это, наверное, не столько даже цены Питера, сколько цены там вообще, в принципе, России. Хотя многие мне в комментариях пишут, что цены, например, в каких-то небольших городах, подальше от Питера, от Москвы, они значительно дешевле. Не знаю. Коммунальные услуги. Вот мы за двухкомнатную квартиру, коммуналку сейчас, в данный момент, платим там в районе 5 тысяч. То есть, почти 100 долларов, там, плюс-минус, да. С электричеством, я имею в виду, если считать, с газом, со всем. То есть, 100 долларов за такую квартиру, как у нас, это очень много. Это только коммуналка. Чтобы было понятно для тех, кто, может, не смотрел мои белорусские влоги, белорусские видео. Там мы за огромную трехкомнатную квартиру платили в среднем 15-20 долларов. Это тоже со светом, тоже со всей коммуналкой, с водой, с газом, с отоплением. Совсем. 15-20, там, ну, 25 долларов очень редко. Вот. Так что цены здесь, к сожалению, высокие. Дальше идем. Такой пункт себе записался, очень спорный пункт, но я не могу его не отметить. Это алкаши и быдло. Тут двоякий вопрос. Если жить в центре, наверное, с этим будешь сталкиваться гораздо-гораздо реже. Но жизнь в центре, она стоит вообще баснословных денег. Особенно, что касается аренды жилья. Там квартиры идут в среднем там по 50-60 тысяч, от 50-60 тысяч, то есть тысячу долларов. Соответственно, там, да, там, скорее всего, ну, по крайней мере, чисто визуально, когда ходишь, гуляешь по Питеру, по центру, конечно, там алкашей, там, быдло всякого вот этого. Его там меньше. Здесь, в спальных районах, стоит после, там, не знаю, 8-9 вечера выйти до ларька или там до магазина, то есть неизбежно столкнешься с какими-то выпивохами возле подъездов. Это неприятно. Реально неприятно. Не могу сказать, что они сильно какие-то буйные там, но чисто визуально выглядит это, конечно, далеко не презентабельно и вызывает, по большому счету, отвращение. Дальше. Минус. Жирный минус Питера – это грязь. Именно не путать с мусором. То есть мусор, который вот люди там выкинули какие-то фантики, бумаги, там, я не знаю, бутылки, обертки, сигареты, хабарики – это одна история. Не могу сказать, что Питер в этом плане какой-то сильно грязный. Нет, он, в принципе, достаточно чистый. Даже в спальных районах вот такого физического мусора практически нет. Ну, есть, естественно, но не в таких масштабах, чтобы говорить о том, что это там вот особенность Питера. Грязь тут именно вот грязь, настоящая грязь, обычная, там, земля, там, не знаю, как это объяснить. Что мы получаем? Вот периодически даже если я хожу по городу, снимаю ролики, вы можете видеть, что на улице, вот на проезжей части, на асфальте, там именно не асфальт, допустим, мокрый, а вот именно слой вот этой грязище. Откуда он берется, я сам, честно говоря, не очень хорошо понимаю. С одной стороны, возможно, что там ездят машины зимой, посыпают песком, но они, по идее, посыпают песком. А на дорогах именно грязь, вот, я не знаю, как чернозем все равно. Такое ощущение иногда складывается, что какие-то специальные машины там по ночам ездят и просто фуры рассыпают этот чернозем по дорогам. Глиномес какой-то, реальная грязище. У меня самые такие объяснения, самые явные объяснения, самое логичное объяснение вот этому явлению, это то, что паркуются у нас, к сожалению, люди, кто как хочет. И, ну, львиная доля на процентов 70 автомобилей вот в дворах, заходишь, смотришь, они паркуются, они паркуются прямо на газонах, то есть на земле. Естественно, когда идет дождь, а вы не забывайте, что солнечных дней здесь всего 30 в году, вся вот эта земля, верхний слой земли, дерн, чернозем, вот это грязище, она, естественно, остается на покрышках на автомобильных. Автомобили разъезжаются утром, кто на работу, кто по делам и разводят все вот это дерьмище. И поэтому, когда ты ходишь по городу, есть ощущение вот этой, ну, реальной грязище, грязи, вот такое, фу, прям отвратительное явление. Даже в центре, когда ты ходишь, ее настолько много, что она, даже на здание, если посмотреть, вот этот первый этаж, он весь грязный. Стены я имею, ну, окна более-менее еще моют, а вот сырость плюс грязь, оно создает впечатление вот такое. Ну, сами это все прекрасно видели, что мне вам рассказывать. На ютубе роликов полно, можете зайти на мой канал, посмотреть, у меня тоже роликов с города, с Питера, с центра достаточно, с каждым днем все больше и больше. Я надеюсь, понимаете, о чем я вам хотел сказать и что я имел в виду. Вот, что касается вот минусов, это, наверное, самый явный минус. Конечно, есть еще какие-то более маленькие минусы, есть какие-то менее значительные минусы. Но вот, что касается минусов, в принципе, наверное, объективно все. Теперь давайте перейдем к плюсам. Первое и самое главное, что можно отнести к плюсам, это, несомненно, красоту. Но тут надо понимать, что вот эта красота, она сосредоточена в центре города. То есть историческая вот эта вот часть города, центральный район, Петроградка, Васильевский остров. Вот это да. Там действительно очень красиво. Вот эти здания, памятники архитектуры, всевозможные сады, всевозможные парки, набережные Невы. Это безумно красиво. Это настолько красиво, что заставляет очень многие вещи Питеру прощать. Но, опять же, для того, чтобы всеми этими красотами наслаждаться и все эти красоты видеть каждый день, заряжаться какой-то энергией от них, нужно как минимум работать в центре Санкт-Петербурга. А лучше всего жить. А это далеко не каждому доступно. Потому что даже если ты будешь раз в неделю ездить в центр, ну, просто погулять там, я не знаю, насладиться вот этими всеми видами, ну, немножко не то. То есть ты будешь видеть их не так часто, как хотелось бы. Поэтому он очень красивый. Но, к великому моему сожалению, эту красоту видишь не так часто, как хотелось бы. Ну, опять же, по крайней мере, это когда речь идет обо мне. А я высказываю свое личное мнение. Помимо красоты, все это переплетено в очень-очень тесную историю. То есть вот чем меня всегда поражал Питер, опять же, это разговор только о центре и об историческом центре города. Чем меня поражал всегда Питер? Ты идешь, на какой дом не посмотри, вот в какую сторону не направь взгляд, с каждым домом, с каждым квадратным сантиметром связана какая-то история. Здесь гулял Пушкин, здесь Лермонтов, здесь что-то произошло, здесь, не знаю, там. Ну, в общем, истории миллионы. Я не знаю, наверное, второго такого города, с которым было бы связано такое количество исторических моментов, которые связаны с Санкт-Петербургом. Ну, это просто безумие какое-то, особенно если ты эту историю более-менее хоть чуть-чуть знаешь, идешь и просто поражает тот объем, который вот ты видишь. И который у тебя вот в голове какие-то исторические факты всплывают, что ты понимаешь, что здесь было то-то, то-то, а вот пять метров пройди, еще что-то происходило. Это очень здорово, особенно для тех, кто реально увлекается историей, кому вся эта тема интересна. Дальше. Возможности. Несомненно, возможности в плане, вот если вы хотите переехать в Санкт-Петербург, в плане работы, в плане найти там хорошую должность, там какую-то, да, интересную работу, они действительно большие. Потому что Питер, как ни крути, это одна из столиц России, культурная столица, это большое население, 6 миллионов человек, это огромное количество всевозможных компаний, крупных, некрупных, малых, огромное количество рабочих мест. Если вы перебираетесь в Санкт-Петербург, из другого города, шансов найти работу интересную, нормальную, высокооплачиваемую, ну, естественно, намного, намного выше, чем в любом из других городов, ну, за исключением, пожалуй, Москвы. Особенно стоит, наверное, отметить поиски работы и возможностей для людей, которые связаны с каким-то творчеством, для творческих людей. В Питере для них созданы, наверное, все условия. Очень много всяких и театров, и музеев, и всяких, ну, тот же Ленфильм, да, ну, очень много мест, где можно применить вот таланты творческим людям. Это очень здорово. Не зря называют Санкт-Петербург культурной столицей. Следующий плюс, это досуг, развлечения. Ну, тут, наверное, ничего особенного заказать нельзя, потому что Питер есть Питер, и, как я уже сказал, это мегаполис. 6 миллионов человек, и здесь при наличии, естественно, средств, причем для этого не обязательно огромные средства иметь, потому что досуг и развлечений есть на любой кошелек. И при наличии хоть каких-то средств скучать точно не будешь. То есть, особенно вот что-то касается тех, кто помоложе, для молодежи, все условия. Хочешь шпродитом по торговым центрам, хочешь катки, хочешь выставки, хочешь музеи, хочешь какие-то спортивные сооружения, горнолыжные курорты. В общем, есть все, реально все, и в огромном количестве. В этом плане Питер даст фору, ну, очень многим городам, потому что здесь такие, здесь всего этого действительно очень-очень много. Если вы ищете место для жизни, в котором не скучно, Питер это очень неплохой вариант для вас. Ну, как средство, естественно, зарплаты. Если брать в среднем зарплаты по России, то, естественно, в Питере они, по большому счету, достаточно высокие. Ну, вот так примерно, поспрашивав многих своих знакомых, всех, кого я сумел достать за последние три месяца, ну, примерно, в среднем, говорят, что 40 тысяч, 40-45 тысяч. И, по большому счету, найти работу за такие деньги, за 40-45 тысяч, вполне реально, и ничего в этом такого сверхъестественного и сложного нет. То есть, приехать в Санкт-Петербург, имея голову на плечах, зарабатывать там 800 долларов, более чем реальная история, и я бы сказал, что это даже невысокая зарплата. То есть, если сильно захотеть, то можно и тысячу долларов, и полторы зарабатывать. То есть, места есть, и найти работу с такой оплатой труда вполне-вполне реально. Ну, и последний плюс, который я отнес к плюсам, это магазины. Раньше бы, наверное, я этого плюса не отнес, точнее, не стал бы его включать, но, пожив в Минске, я сталкивался с тем, что, когда тебе что-то нужно, особенно какая-то редкая вещь, там, купить в магазине, особенно, вот, у меня чаще всего это было связано с фототехникой. Постоянно были проблемы, то есть, не найти, там, какие-нибудь аккумуляторы нужны, или там, свет нужен, или еще что-то. То есть, что-то узкоспециализированное можно заказать, там, с Питера, с Москвы, с Польши без проблем. Но так, чтобы прийти и купить, вот, срочно, нереально. В Питере, естественно, с этим проблем нет. Но, опять же, еще раз повторюсь, это, наверное, не особенность Питера, это особенность просто мегаполиса. Мне кажется, в любом другом мегаполисе такая же история. Но, лично для меня, это жирный плюс. Потому что, за три месяца, вот, сколько было ситуаций, когда мне срочно нужно было что-то купить, что-то найти, ну, полчаса, час времени занимают поиски. Ну, и достаточно быстро доставка. Это для меня плюс, для кого-то, может быть, это плюсом не будет. Подводя итог, что я могу сказать? Если вы хотите переехать в Питер, если вы рассматриваете этот вариант, я бы, наверное, настоятельно рекомендовал вам приехать сюда на месяц, на два. Потому что тот вот момент, про который я изначально говорил, про тот жирный минус, я имею в виду, погоду, очень многие, кто сюда перебираются, очень многие, кто переезжают, не придают должного значения вот этому моменту. И спустя какое-то время очень начинают об этом жалеть. Причем самое интересное, что сразу этого человек не замечает. То есть он приезжает, ему нравится, здесь движуха, здесь какие-то деньги, развлечения, красота, история, все супер. И он живет, 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 но через какое-то время, там, через полгода, через год, он начинает осознавать и понимать, что он стал нервным, что он стал каким-то дерганым, что он стал каким-то депрессивным. И когда начинаешь вот его подталкивать к этой мысли, многие соглашаются с тем, что причина именно вот в этой погоде. Потому что, ну, когда не хватает солнышка, и настроение абсолютно не то. Что касается меня, я бы, допустим, в Питер не переехал бы из другого города. Ну, смотря с какого, конечно, тут зарекаться нельзя. Я всю жизнь мечтал жить и на берегу моря. Я надеюсь, что в ближайшее время я смогу воплотить эту мечту в жизнь. Но пока, пока мы в Санкт-Петербурге. Поэтому, если собрались переехать навсегда, настоятельно рекомендую. Что касается, что и переезд в Беларусь, многие меня спрашивают, что переезд в Питер, наверное, в любой другой город. Стоит сначала приехать на разведку, ну, не на неделю, там, на два где-нибудь. В июне, когда тепло, красиво, солнышко светит и так далее. Нет, а приедьте в феврале или в январе, или там, на худой конец, в декабре. И поживите месяцок-другой. Сами решите для себя, ваш этот город или нет. Город очень неплохой, очень интересный. Очень много положительных моментов. Но далеко не каждому этот город подойдет для жизни. Вот, в принципе, все, что хотел вам рассказать. Если видео вам понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Ян Ларос. Всем удачи, всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok